МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Аккуратнее с огнем МЧС проводит профилактические рейды. Соблюдайте правила эксплуатации печного отопления. Как обезопасить себя и свой дом. А также цепочки развития, акции нотариусов и сладкие поставки. Биржевой экспорт белорусского сахара увеличился за год в 2,5 раза. Благодаря чему? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Овчаренко. Не терять бдительность. За 9 дней Нового года в Бобруйске от холодовых и гололюдных травм пострадали больше сотни жителей. Непредсказуемые климатические условия буквально уложили людей на лопатки. В стране с 21 ноября в медучреждение обратились почти 9,5 тысяч человек. Из общего числа 1904 дети. Напасть не обошла стороной и Бобруйск. От минуса пострадали 153 взрослых и 26 ребят. По сравнению с прошлым годом, к примеру, взрослых травм было только 24, детских было 9, на тюбинках было 6. Должна, к слову, сказать, что в алкогольном опьянении обратилось одинаковое количество лиц 33 в прошлый год и в этом году за 9 дней. Потенциальные опасные места, ступеньки подъездов, остановки, горки. Медики напоминают, если падения избежать не удалось, стоит обратиться в ближайший травмпункт. Важно соблюдать некоторые правила. Выбирать специальную обувь на плоской шипованной подошве. Обязательно носить шапки, шарфы и перчатки. Максимально утепляться и не находиться на морозе продолжительное время. Обман по-крупному. В Могилевской области с поличным задержан взяточник. В школе 41-летний начальник отдела одного из предприятий города систематически получал вознаграждение. Незаконные денежные средства он принимал в виде процента от суммы заключенных договоров с коммерческой фирмой, которая поставляла запчасти для оборудования. В ходе дальнейших оперативных мероприятий установлена еще одна коммерческая структура, представители которой передавали ему взятки за поставку стройматериалов для нужд предприятия. Общая сумма взяток в результате его преступной деятельности составила около 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. Ценные знания, бесплатные консультации и качественный маршрут. Расходы на содержание и ремонт дорог увеличат в два раза. О какой сумме идет речь? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. Беларусь продолжает выстраивать новые торгово-экономические связи и формировать логистические цепочки для поставок на африканский континент. В этом году в планах увеличить экспорт минимум в два с половиной раза к уровню 2023-го. Основные направления – продовольствие, машины, оборудование, продукция, химической промышленности. Биржевой экспорт белорусского сахара увеличился за год в два с половиной раза и составил четвертую часть от общей суммы сделок по поставкам продукции агропромышленного комплекса. Это обусловлено хорошим урожаем свеклы и расширением перечня постоянных покупателей. В 2022-м товар регулярно приобретали четыре иностранные компании. В 2023-м – 11. В этом году нотариусы проведут шесть бесплатных консультаций для граждан и представителей бизнеса. Обратиться к специалистам можно будет 15 марта, 8 мая, 2 июля, 17 сентября, 11 октября и 29 ноября. Прием в эти даты будет вестись в соответствии с установленным графиком работы контор и бюро. Такие акции в стране традиционно проводят в преддверии госпраздников и памятных дат. Выпускники профильных классов смогут поступать в университет вне конкурса. Льготы касаются педагогических, аграрных и военно-патриотических направлений. Тем временем в стране проходит второй этап репетиционного тестирования. Испытания, организованные по 15 предметам за курс общего среднего образования. Расходы на содержание, текущие капитальные ремонты, строительство и реконструкцию республиканских автомобильных дорог в 2024-м превысят 1,5 млрд рублей. В прошедшем году сумма была вдвое меньше. К слову, увеличится и поступление транспортного налога на 12%. В Грисполкоме обсудили выполнение требований директивы номер 1. В течение 2023-го в Бобруске проводилась системная работа по предупреждению пьянства, алкоголизма, противодействию незаконного оборота наркотиков, что дало позитивные результаты. По сравнению с 2022-м снизился и уровень общей преступности, но есть вопросы по рецидивной. Наблюдается также негативная тенденция по росту количества мошенничеств, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. По итогам 2023-го года на территории города по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение уровня общей преступности на 10,8%. Снизился на 14% уровень преступности по линии уголовного розыска. Уровень преступлений, совершенных в общественных местах, снизился на 18,6%. Меньше на 4,3% совершено преступлений в составе преступных групп. Снижение травматизма и гибели людей на производстве – еще одна из значимых задач по выполнению директивы номер 1. В прошлом году 20 промышленных организаций обследованы мобильными группами по охране труда. Выданы рекомендации с предложениями по созданию здоровых и безопасных условий труда. Работники, которые допустили нарушение правил, привлечены к ответственности. Зима – время не только праздников и веселья, но и отопительного сезона. За последние сутки в стране на пожарах погибли 9 человек. Схема чаще всего одна – алкоголь, курение, беда. Каждый год МЧС стучит в дверь особо уязвимых слоев населения. Главная цель – проверить пожарную безопасность и предупредить горожан о потенциальных рисках. Ситуацию на контроль взяла Юлия Вернер. Главный объект наблюдений – частный сектор. Именно там зачастую находятся виновницы несчастных случаев – печь. Сотрудники МЧС тщательно проверяют надёжность источника тепла, а также исправность электрической проводки, наличие пожарных извещателей и состояние газопроводов. На кону человеческая жизнь. От печи к ней отходим, пока топятся. Всё время смотрим за ними. Где-то что-то обсыпается, я подмазываю в обязательном порядке. Летом на крыше труба пробеливается. Постоянно смотрим за этим. Потому что нам здесь жить. Особое внимание многодетным семьям, а социальным людям, одиноким и инвалидам. На карандаше и пенсионеры. Зачастую возгорания происходят именно в их домах. Если с отопительным оборудованием может быть всё в порядке, иногда в силу возраста подводят зрение, память, внимательность. Подальше – это двигать воспоминяющие предметы. Вообще желательно их не ставить рядышком. Ну и что ещё? Протопочный лист обязан быть. Не перетапливать печечку. Прочищать дымоход ежесезонно. В 2023-м в целях профилактики возгораний сотрудники МЧС посетили 131 тысячу домовладений. Количество пожаров превысило сотню. Смертоносная стихия унесла жизни 14 человек. 42% из-за неосторожного обращения с огнём. Соблюдайте правила эксплуатации печного отопления. Не перегружайте электрическую сеть. Следите за исправностью электропроводки. Не курите в квартире, тем более в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Используйте обязательно пепельницу. Следите за тем, чтобы пепельница не переполнялась. И даже затушенные окурки не бросайте с балконов и лоджий. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности и принимать необходимые меры вовремя. Легче зарубить опасные ситуации на корню, чем после разбираться с необратимыми последствиями. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Максим Калинин, Бобруск, 360. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Ариан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин